всем привет девочки всем привет всем привет стамбул на связи всем привет привет пожалуйста напишите как меня слышно видно как идет видео нормально ли все ничего ни у кого не зависает ли я очень надеюсь чтобы ничего ни у кого не зависал напишите пожалуйста эфир идет одновременно на две площадки на века и на instagram очень хочется чтобы в к не зависал в этот раз как прошлые разы я кое-что изменила вот выхожу с мобильного интернета они с вай фай я надеюсь что для вы к это окажется хорошо о пишет вроде бы все хорошо века отлично спасибо привет привет добрый день добрый день всем привет привет instagram все окей отлично очень рада а и vk опять немного заикается ох девочки но это была моя последняя надежда в общем так vk если у вас что-то заикается и что-то притормаживает посмотрим по трансляции вы мне пишите если будет сильно плохо я смогу выложить запись которая будет из instagram я очень надеюсь что в instagram будет хорошая сегодня запись как всегда и я всегда дублирую на youtube потом заливаю в общем смогу выложить вам ссылку то есть если у кого-то там заикается и притормаживает то можно будет посмотреть по ссылке сегодня чуть позже но я очень надеюсь что в целом будет получше чем прошлые разы и так всем привет всем еще раз еще раз большой большой привет из стамбула прямое включение сегодня у нас с вами эфир который посвящен закупу который начинается завтра это наша такая традиция закуп начинается завтра а сегодня мы встречаемся в прямом эфире и смотрим что же там будет в этом закупе у многих из вас сейчас большой вопрос я его прям чувствую что там нас победителями по конкурсу я вам скажу сразу что сейчас прямом эфире я победители озвучивать не буду потому что у нас еще пока список окончательно не утвержден мы вчера выбрали но выбрали чуть чуть больше чем у нас границы и мы сейчас еще несколько кандидатур обсуждаем сегодня точно финализируем и сегодня будет пост вероятно к вечеру вероятно к вечеру будет пост про победителей конкурса точнее как сказать про десятку которые которым фабрика отправит пряжу на реализацию проекта который точно войдет в каталог но если вы его закончите до вяжите и фото пришлете и мастер-класс вот но также сразу говорю что нам в каталог для фезы нужно гораздо больше чем 10 моделей то есть даже если мы принимаем во внимание что вот 10 человек которые получат пряжу что все они до вяжут и отправят фото и сделать мастер-классы все будет отлично то есть модели это мало все равно то есть для каталога мы хотим моделей больше и поэтому мы очень хотим чтобы те у кого кто в десятку не вошел все равно продолжили и все равно довязали свои проекты потому что очень много хороших проектов очень много просто большое количество качество заявок очень высокая вот в этом конкурсе оказалось я этому очень рада мне было очень приятно вчера ехать на фабрику и показывать вот ваши эскизы ваши заявки потому что очень хорошего качества работы и очень хочется чтобы большее количество из вас продолжили работу сделали изделие написали мастер-класс и заявили эту работу то есть еще раз заявили уже готовую работу готовое описание на момент когда будет у нас публикация и среди тех кто дойдет до финала то есть у нас будет в июле когда вот пряжа мая придет то есть кто-то может заказать пряжу сейчас в закупе мая и мы поэтому заложили этот тоже срок когда пряжа придет это середина июня она придет в москве будет вам отправлено с июля мы начинаем вы начинаете публиковать ваши отчеты еженедельные 4 отчета за месяц июль должно быть ваши выбранные соцсети и у нас будет таблица еще тоже она будет на google диске куда вы будете добавлять ваш отчет отчет 1 отчет 2 отчет 3 отчет 4 фотографию просто фотографию ваше имя будет ваша ссылка на аккаунт и вы просто будете туда добавлять фотографию то есть публиковать в аккаунте и публиковать вот в таблице и те кто сделают 4 отчета и изделие будет закончена дойдет до финала и будет написано краткое описание среди всех вот этих участников будет разыгран большой приз гранд-приз годовой запас пряжи то есть то что мы сегодня выложим 10 победителей это не значит что только они продолжают вязать для каталога и только они имеют право выиграть годовой запас пряжи нет годовой запас пряжи имеют право выиграть вообще все кто в течение июля из пряжи феза выложить 4 отчета какого-то изделия довяжет его фото фотографии представит описание маленькая напишет и вот эти все люди то есть туда не войдут и те кому пряжу бесплатно отправили и те кто вяжет из своей пряжи феза вот эти вот все люди сколько вас будет там 20 дай бог может быть 30 вообще шикарно человек вот из них из всех будет выбираться победитель на годовой запас пряжи то есть для победы для получения годового запаса пряжи не важно вы получили пряжу от фабрики или вы получили ее за свой счет сами купили и сами связали и не важно вы вот сейчас для каталога то есть чтобы войти в каталог и чтобы ваше изделие было опубликовано тоже не важно вы получили пряжу от фабрики или вы самостоятельно и и связали то То есть вы точно так же, даже если вы не попали в десятку, вы точно так же продолжаете вязать, просто приобретаете пряжу за свой счет, или она у вас уже приобретена была до этого в предыдущих закупах, это тоже все окей, и это тоже можно. Вы продолжаете участвовать в июле, продолжаете вязать, выкладываете отчеты, и вот в финале мы будем смотреть из всех, и кто получил пряжу, и кто сам ее купил, из всех мы будем смотреть, выбирать модели в каталог, и из всех, кто вот довязал до конца, из них будет выбран один победитель на годовой запас пряжи. Вот, ВК мне пишет, что все равно все виснет, я очень расстроена, потому что это была моя последняя попытка, уже больше не осталось ничего, то есть что делать, я больше не знаю, с ВК уже это была моя последняя проба. Ну что ж, тогда ВК будет у вас ссылка на запись одной вещи, вещь одна, одна. Не, ну если хотите, вы две можете. Так, мне тут пишут сообщения, что ВК, эфир не видят почему-то, ВК не видит эфир, но я вышла с правильного аккаунта, из сообщества вышла. Да, девочки, я же из сообщества транслирую. Вот, ВК не видит эфир. Очень-очень жаль. Вот, я не знаю, как подружиться вот из Турции с ВК, вот почему у нас такие проблемы происходят. Так, четыре отчета о процессе вязания одной вещи, не четырех, а одну вещь, то есть вы в течение месяца ее вяжете, мы даем месяц, но вы можете ее связать за неделю и тоже выложить четыре отчета, то есть как происходит процесс. То есть пряжа просто, последние готовые изделия и в промежутке там два-две серединки. Вы можете вязать две вещи и тоже выложить четыре отчета. Вязание на чем хотите, хоть на коклюшках, хоть макраме, вообще не важно, крючок, спицы, машина, хоть совместите вместе. Но главное, чтобы вы могли потом описание краткое написать, то есть что там эту часть мы вяжем на машине, выдвигаем столько игл, а потом мы переходим на спицы, берем спицы номер три с половиной, например, и там дальше вяжем узором. Вот, то есть вы должны уметь объяснить потом это кратко, конечно, кратко. Нам не надо четырехтомники, вот эти вот мастер-классы, как вот у нас приняты русскоязычные мастер-классы, да, там они много-много-много страниц. Нет, мы такое от вас вообще не требуем. Вы знаете, предполагайте, что на вас будет выделена одна журнальная страница, вот одна страница, то есть большую часть которой займет фотография, или может быть две фотографии. Все, все остальное кратенько надо расписать, то есть расход, чем вяжем, там сколько петель набрали, там выкройку приложить, вот и все. Поэтому описание краткое, вяжем на чем, чем хотим, тем вяжем, вот, отчеты о вязании одной вещи, вот, то есть мы четыре вещи с вас не требуем, одной вещи. Вот, и самое главное, что я хочу, чтобы у вас запомнилось, что те, кто сегодня получат письмо счастья, что они получают пряжу от фабрики, а те, кто не получат такое письмо счастья, чтобы вы не думали, что вы вышли с дистанции. Нет, дистанция продолжается, просто кому-то добавлена пряжа, а кто-то будет со своей пряжей, но дистанция продолжается, она у нас еще долгая, до публикации каталога, и нам нужно гораздо больше, чем 10 моделей, вот. То есть больше, чем 10 моделей нам нужно в каталог, вот, может быть, там, я не знаю сколько, 20 или 30, будем смотреть по тому, сколько человек дойдет до конца, ну, как бы, что у нас будет на руках. Вот, девочки, так, переходим к пряже. Завтра у нас открывается закуп пряжи, у нас всегда закуп открывается раз в месяц, и всегда это конкретные дни, потому что мы, я нахожусь в Стамбуле, и фабрика Фьеза находится в Стамбуле, а вы находитесь, как правило, не в Стамбуле, вы находитесь, ну, мы работаем в основном на рынок России, Казахстана, Украина, Беларусь, то есть вы находитесь в других странах, и отсюда отправлять, если индивидуальную посылку, допустим, даже если мы предположим, что с фабрики можно купить одну упаковку просто, ну, хотя это из области фантастики, вот, но отправлять одну упаковку почтой, это очень-очень дорого, вот, но это настолько дорого, что вообще нет смысла покупать напрямую с фабрики по ценам оптовым, вот, поэтому мы так не делаем, чтобы доставка не стоила дороже, чем пряжа, мы делаем по-другому, мы объявляем закуп, когда вот 4 или 5 дней, в данном случае сейчас будет 5 дней, когда принимаются ваши заявки, потом эти все заявки, все-все-все суммируются, и вот этот вот весь общий заказ отправляется на фабрику, потому что фабрика, да, это из области фантастики, одной упаковкой с фабрики нельзя получить заказ, то есть там надо отправить объем, вот, объем мы этот отправляем, то есть все, каждый закажет по чуть-чуть, и вот мы все собираемся, и получается большой объем, партнеров из Украины у меня нет на данный момент, вот, но отправки делать можем, чуть-чуть попозже про доставку, тоже про Украину тоже расскажу, но партнеров пока нет, так, и что, ага, вот, и, значит, все-все мы вот так вот пособирали, там, позаказывали по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у нас собрался большой заказ, и вот мы его, этот большой заказ на фабрику отправляем, то есть до 16-го числа я собираю ваши заказы, мы все заказываем что-то, 17-го утром я отправляю на фабрику, ну, у нас две на самом деле фабрики, там, она называется Феза, оно как бы в двух местах делается, это пряжа, в одном и в другом, и вот я на два места отправляю наши заказы, и нам их начинают готовить, вот, нам их начинают собирать, нам их собрали, нам их прислали сюда, я их получила, и я их пакую, отправляю сразу на Москву, транспортной компанией, грузоперевозчиком, фурой, то есть не почтой, которая авиа, которая вот, ну, индивидуальная по адресам и супердорогая, а грузоперевозчиком, который вот фуры идут, огромные фуры, многотонники, и вот туда вот тоже добавляют наш груз, и за счет этого, за счет того, что это огромная фура, многотонник, там намного, 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 намного просто в разы дешевле перевозка, чем вот через почту, и эта перевозка уже включена в стоимость пряжи, то есть вы ее не оплачиваете вообще дополнительно, все, что вы оплачиваете дополнительно, это доставка пряжи из Москвы, вот из Москвы мы с ДЭКом отправляем, с ДЭК или почта мы отправляем по вашим городам, там в Москве по адресам, вы в Москве можете забрать самовывозом, если вам удобно, у нас на сайте указан адрес, откуда самовывоз, вы можете это отметить, тогда вообще вы за доставку не платите, вот, и из Москвы мы также можем отправить с ДЭКом в Казахстан, Вот, то есть в Казахстан сейчас я узнала тарифы вполне очень дружественные, нормальные цены, поэтому раньше у меня был затык, что надо обязательно вот на Казахстан отправить, чтобы был, ну там тоже определенный объем собрать, потому что транспортная не берет тоже там 1-2 килограмма. Вот, то есть всем надо объем, и на Алмату я хотела отправлять отдельно транспортный, но сейчас, если не набирается этот объем на Казахстан, то мы вам прекрасно отправим из Москвы, я посмотрела, там очень хороший тариф у меня сегодня написали. Вот, поэтому прекрасно. Беларусь тоже уходит из Москвы. По поводу Украины. Украина уходит из Стамбула. Здесь две возможности. Если на Украину набирается 10 килограмм заказа, ну то есть, допустим, 10 человек заказали по 1 килограмму пряжи, и вот получился общий заказ 10 килограмм, мы его тогда можем упаковать и отправить тоже так же грузоперевозкой фурой до Украины. И вы тоже эту часть пути никак не оплачиваете. Но кто-нибудь из вас, то есть из вот этих 10 человек, кто там по килограмму закупился, кто-нибудь из вас берет на себя ответственность, что вы получите груз, и вы остальным девочкам отправите посылки. То есть они вам оплатят стоимость посылки там у вас в Украине внутри. Вот. То есть, вот, по-моему, доходит до Одессы грузоперевозка. И вот с Одессы уже, там, чисто по городам Украины только будет доставка. Если не набирается 10 килограмм заказа на Украину, то тогда отправка из Стамбула почтой. И также это касается всех других стран, куда нет грузоперевозки. То есть в Европу мы также отправляем отсюда, только это уже почтой. Но так как Украина к Турции очень близко, то почта достаточно тоже дружественная. То есть это не такие тарифы, как в Россию или в Казахстан. В Казахстан вообще конские тарифы. В Казахстан очень дорого отправлять почты из Турции. Вот. А в Украину отправлять не очень дорого, нормально. И я просто вам посчитаю тариф почты, напишу, и если вас устраивает, то тогда вы делаете заказ, и я отправляю вам индивидуально на адрес. Это если 10 килограмм не набирается. А если 10 килограмм набирается, то мы отправляем грузоперевозкой. За эту часть вы не платите, она уже считается внутри стоимости пряжи. И вы только оплачиваете там уже доставку внутри Украины, куда приедет грузоперевозчик, вот оттуда, чтобы получить из этого города себе. То есть если вы в том же самом городе и сами заехали, получили, то получается вы тоже доставку не оплачиваете. Вот. Надеюсь, понятно. Надеюсь, понятно. Так, подарки. Подарки! Подарки! Я забыла принести на эфир подарки. Я думаю, что же я забыла. Девочки, придется подарки выложить отдельно, но я про них расскажу. Я забыла их сюда взять просто. Или в конце посмотрим, если вы меня там минутку подождете, я быстро сбегаю в другую комнату, их принесу. Да. Подарки будут. Меня во Вконтакте спрашивают, будут ли сегодня подарки. Вот. Подарки у нас в закупе будут, и подарки у нас будут. Снова есть такая возможность. Я закупила подарки, которые будут вкладываться в каждую упаковку. Вот. Это мы делали на Новый год. Мы так делали на 8 марта. И сейчас не знаю с чем. Наверное, просто в связи с тем, что будет лето. Вот. Или со всеми кучей майских праздников, которые везде. В Турции тоже куча майских праздников. Вообще май весь такой, много праздников, много выходных. Вот. Поэтому в связи с этим, что у нас такое весеннее предлетнее настроение, в связи с этим тоже будут подарки в каждый заказ. Я расскажу это в конце. И если вы мне дадите возможность, я за ним сбегаю в другую комнату. И принесу, покажу. Вот. В каждый заказ имеется в виду одному человеку. То есть, если вы в течение закупа 5 дней делаете 5 заказов, то это не значит, что вы получите вот 5 этих подарков. Вот. То есть, один считается заказ от одного человека. Потому что, если вы делаете несколько заказов, это тоже к вопросу отправки, то мы их объединяем все в один пакет. То есть, вы можете хоть 5 раз, хоть 10 раз заказать во время закупа, то есть кусочками. Но это не значит, что вам придет 10 пакетов. Мы все это объединяем, и мы будем отправлять вам потом с деком или почтой одним пакетом. И вот этот один пакет, это считается один заказ. И в этот один заказ вы получите один гарантированный подарок. Вне зависимости от суммы заказа. То есть, абсолютно все, любой, даже самый минимальный заказ. Каждый, каждый, абсолютно просто каждый, не розыгрыш, не там выбор какой-то. Каждый человек получит в свой пакет вместе с пряжей вот этот замечательный, очень полезный для рукодельницы подарок. Вот. Расскажу в конце. Давайте уже на пряжу, а то прям я уже 20 минут, и все, мы еще про пряжу не говорим. Так, про пряжу я начну. Быстренько пробегусь по тем артикулам, которые уже у нас были, и они повторяются в этом закупе тоже. И это те же артикулы, из которых можно вязать вот для каталога. У нас уже был в прошлый раз фезолинен, линен, вот в таких упаковочках. То есть, мы заказываем с фабрики только упаковками, и вы выкупать можете тоже только упаковками. За счет этого у нас сниженная цена, не розничная. Вот. Вот. Но дробить упаковку мы не можем. То есть, упаковка вот фезолина, 4 штуки, 400 грамм, один моток, это 100 грамм. Очень приятная ниточка, это хлопок с сольном. Хлопок 70, лен 30. Но здесь лен очень хорошо чувствуется. Вот. Очень хорошая цветовая палитра, вы посмотрите. Там есть и белый лен, и есть неотбеленый натуральный, и там красивый кофейный какао, и желтый. И вот персиковый, я показала, зеленый, розовый, очень модный розовый в этом сезоне. Платье я из него вязала, еще не довязала, потому что не получилось у меня с первого раза на машине. Вот это у меня связан на машине образец. Вот. На нескольких плотностях. Если на спицами, то он будет побольше. Это один клубок. Вот. Очень приятно. Я не знаю, насколько вам, конечно, видно фактуру. Вот. Но лен здесь чувствуется. То есть, здесь абсолютно четко чувствуется лен. При этом он не царапается. Ну, то есть, он не жесткий. Он абсолютно, он так вот, приятный. Он приятный. Но он не нежный. Вот. То есть, там сказать, мягкий или нежный. Нет, это не про него. Потому что здесь все-таки лен прям хорошо чувствуется. Мне даже иногда берут сомнения, правда ли здесь лена всего 30%. Такое ощущение, как будто 50%. Вот. Серьезно. Вот. Но он очень приятный. Он прям вот очень классный. Вот такое у меня будет розовое платье. Вот. Я там то, что навязала на машине в первый раз, я все это распущу. И, в общем, свяжу его еще раз, потому что мне идея очень понравилась. Вот. Вот такой вот он получается. Вот. Очень красивый. А, вот зеленый. А, нет. Это другой одежды. Так, в общем, линен. Очень хороший. Очень советую. Очень приятный. Вязать на спицах 4-4,5 вполне можно. То есть, это прям не тонкая история. Вот. Дальше. Что у нас повторяется в этом закупе? Повторяется феза микс, бейб микс. То есть, бейб, вот, бейб микс. Потому что есть еще просто бейб. И бейб микс, это вот такое вот окрашивание, омбре, наверное. Я забыла, в общем. Сейчас не соображу, как правильно вам сказать. В общем, это здесь несколько цветов. Тоже очень красивая палитра. По-моему, 12 цветов. Не изменяет память. Вроде бы 12 цветов. Очень красивые. Там разные цвета вот так вот намешаны от одного края в другой. Они могут быть иногда смотаны наоборот. То есть, если вам пришла упаковка, допустим, вот здесь сейчас сиреневый наверху, внутри серый. Иногда бывает, что смотка наоборот. Снаружи будет серый, а внутри сиреневый. Но вы просто тогда берете или нитку снаружи, или нитку изнутри, в общем, чтобы вам нужный цвет начать. Но это как бы абсолютно тот же цвет. Просто может быть смотка наоборот иногда. Вот бейб будет. Бейб – это хлопок-бамбук. Хлопок-бамбук. Хлопок 50 и бамбук 50. Вот он мягкий. Вот он мягкий, нежный для деток. Вот прям там для одеялок, для пледиков. Вот прям прекрасная вещь. Здесь метраж 400 метров 100 грамм написан, но он не прям очень тонкий. То есть, его вполне можно вязать на спицах на троечке, например. Троечка, я считаю, для лета прям нормальный такой размер, чтобы не сильно толсто. Вот. Он вот такой вот красивый. Много цветов сейчас не принесла, потому что я тут буду сумки показывать. У меня тут все завалено сумками, девочки. Поэтому я все цвета бейб не принесла. Я их, вы посмотрите, вот на сайте. Вот. Дальше, что у нас повторяется. Ну, давайте, раз я про бейб начала, у нас будет в этом закупе новый артикул. Он был в прошлом году, но в этом году его еще не было. Это бейб, но бейб однотонный. Вот смотрите, это бейб. То есть, вот это, вот это бейб микс написано. Вот. А здесь просто бейб написано. То есть, это та же самая ниточка. Это хлопок бамбук. То же самое метраж написан 400 метров. Тоже можно вязать спицами троечкой. Но он однотонный. Цветов много, палитра богатая. Там 20 цветов. Очень красивые. Вот кто любит всякие нюдовые, там вот такие постельные тона, кремовые, да, такие. Они тоже есть. То есть, очень красивые. Вот я сейчас держу это типа тауп такой вот цвет. Три ноль ноль три. Очень красивые. Там какао есть. Есть сливочный. Есть чисто белый. И есть вот такие яркие, красивые цветные. Всякие разные. Тоже там и розовые, и вот персиковые я держу. И голубые есть. И серые тоже есть. Вот. Они тоже по 4 штуки в упаковке. То есть, я сразу упаковку вам показываю. Вот. То есть, в этот раз будут однотонные бейб тоже добавлены на сайт. Вот. Так, вот они у меня еще лежат. Вот. Это вот тоже бейб. И это вот тоже бейб нежный, розовый, красивый. Вот. Так. Это вот новый артикул. Дальше. Так. Ну, раз я про бейб начала, придется не как я хотела. Не по тому порядку. Ну, я вам уже показывала, в Телеграме показывала, в Инстаграм показывала, не знаю, в ВКонтакте тоже показывала, был Reels, везде публиковала. На бейби. То есть, там бейб, а это бейби. Вот оно, видите, бейби, тут Y, а здесь, а здесь бейб через, вот, И в конце. Вот такая разница. Что это? Это тоже 50 хлопка и 50 вискоза. Но вискоза тоже необычная вискоза, здесь, которая называется район. И вот эта вот вискоза, она изготавливается из остатков хвойных сосновых пород деревьев. Вот. То есть, она очень такая классная. Это та же самая пряжа, которая была основа, то есть, та же самая, которая была у нас в Бейби Градиент. Но Градиент весь закончился на фабрике, производить его не буду. Но у них оказалась лимитированная партия, которую чего-то покрасили, но дальше не пустили. Она вот такими вот секциями окрашена. То есть, темный, светлый, темный, светлый. И она в двух цветах. То есть, это ограниченная партия, лимитированная. Ее нигде нет. Ее, ну, то есть, как бы широкому опту ее никуда не отдают. Там вот по Турции, например. Потому что по России опт это тоже через меня. Вот. Но его мало. Его мало. Вот он в двух цветах. Вот это вот такой вот беж. Беж со сливочным. И вот серый в двух оттенках. Я сейчас покажу полотно. Я его тоже связала на машинке. Вот то самое, которое вот в Рилс. Оно прям, знаете, шелковое. Вот район это вискозный шелк. Вот. Его называют вискозный шелк. То есть, он дает ощущение шелка. Прям вот оно шелковое. Вот на ощупь. Прям очень приятно. При этом оно не прям скользкое. То есть, ну, вязать вполне комфортно. Это вот, ну, не такие ощущения, как вот если бы была там чистая прям вот вискоза-вискоза, которая вот скользит. Вот. Это не то. Оно, то есть, скользить прям вот сильно не будет. Оно нормально будет на спицах. И вот очень приятное, красивое полотно. Это вот связан один моток. Один моток 100 грамм. То есть, здесь полотно узкое, поэтому полосы широкие. Если будет шире полотно, то, соответственно, полосы будут уже. И вы можете его вязать вдоль, а можете вязать поперек. Вот. Это вот один моток. В общем-то, из двух мотков можно, если не прям вот так вот плотно, то можно даже связать маечку-топик. Извините, что-то я это громко поговорила. Горло спешил. Вот. Вот такой вот бэби. И он ограниченный. Ограниченный по количеству. Бежевых вообще мало. Прям сильно мало. Вот этих вот серых побольше. Он вот, знаете, на летний кардиган тоже пойдет. Или летний палантин тоже вот пошире связать, например. Или у кого машинка есть, на машинке прям прогнать вот так жиденько. Палантин такой вот получится, шарф летний. Или вот маечки тоже прекрасно. Ну, мне очень нравится. Я не успела, но я очень хотела тоже из него какую-нибудь такую маечушечку себе тоже связать. Потому что мне он очень нравится. И вот Вика пишет в ВК, что из Бэби Градиент вязала очень довольная. Да, Бэби Градиент у нас был вот в марте. Он шел уже, он успел. Уже Вика связала. Вика нам покажет скоро. Вообще там такое шикарное изделие. Вот. Но оно прям вот очень приятное. Да. То есть я прям советую. И это то, что называется лимитированная партия. Это то, про что я всегда говорю. Как классно, что я нахожусь в Стамбуле. Потому что я могу сама туда лично приехать на фабрику и увидеть. А что у вас здесь за мешок стоит? Один раз я так нашла мешок натурального, чистейшего, стопроцентного шелка Малбери. Который там что-то получилось, не очень понравился покрас. И они не стали брать партию. А у них уже там лежало. И я просто забрала. И вот по хорошей цене. Это была прям большая удача. Такое никому не предлагается. То есть как бы если переписка там вот по ватсапу или через почту. Такое никогда не предлагается. Это надо приехать лично и случайно увидеть. Вот это тоже было лично случайно увиденное. То есть я такая, оп, а что это такое? Они говорят, да, мы вот просто попробовали. Но партия маленькая. Как бы не знаем, что с ней делать. Я говорю, как это? Я знаю, что с ней делать. Отдайте мне. Вот, и я поэтому очень прям вот радуюсь, когда я лично приезжаю. Хотя они тут тоже очень далеко. В Стамбуле тоже прям каждый день не поездишь. Но мы все равно ездим. Потому что каждый раз это большая удача. Вот вчера я тоже уже кое-что там нашла. Тоже они сделали просто так. И я говорю, вы что? Это же классная вещь. Давайте, это нам надо. В общем, будем ждать. Поэтому вот это вот я советую. Цена будет хорошая. Вот. Не упустите возможность. Обязательно забирайте. Классная вещь. Классная. Хоть кардиганчики, хоть что-то. Мне кажется, даже вот через камеру блеск такой легкий виден. Он такой, знаете, благородный. Вот как с шелком. То есть не вискозный блеск, который вот прям сильно такой. Он прям вот благородный, приятный блеск. Как будто вот это натуральный шелк. Но это как бы вискозный шелк. Это тоже натуральное, но вискозное. Вот. Очень приятный. Короче. Так, дальше. Про то, что уже в закупе было и будет еще. Это пряжа серии Альп. Она снова вся будет. Это пряжа у нас. Вот упаковки по 500 грамм. Вот так. Вот они в пасмах. Это вот у нас пряжа Альп Натурал. И ей в комплект идет пряжа Альп Премьер и Дезл. Они вот похожие. Я тоже не стала сейчас нести упаковку. Объясню, в чем разница. Они идут вот так упаковками по 5 штук. По 5 пасм. Каждая пасма это 100 грамм. 210 метров. Можно вязать спицы 4-4,5. Нормальные сюда подходят. В чем суть этой пряжи? Это пряжа, которая собирается руками. Она собирается руками из разных фактур. Вот сейчас я постараюсь, чтобы вам тут было видно. Вот тоже не знаю, как, конечно, камеры передают. Ну вот, разные фактуры. То есть, видите, всякие и волнистые, и ровненькие, и всякие разные, там, то толстые, то тонкие. Вот, и кучерявые, не очень. Вот такие вот всякие. Это разные ниточки. Здесь вот их 10 секций. Разная пряжа. Она нарезается на 10 отрезков определенной длины. Руками, не машиной. То есть, они там по 10 или там по 20 метров. Я не знаю сколько, я не измеряла, в общем, сколько-то метров. Нарезаются, а потом вручную соединяются. Соединения у них мягкими узлами. То есть, здесь узлы, да. Вот, каждая секция, она соединена узлами. Это делается для того, чтобы... То есть, это не случайно, это не халатность, это не брак. Это делается специально, чтобы можно было эти секции развязать и переставить. То есть, если вам нужно переставить их в другом порядке, или вы хотите там определенного формата секции в одном краю, чтобы были, а другого в другом краю, то вот для этого, для свободы передвижения. То есть, это пряжа дизайнерская. Дизайнерская арт пряжи, которая собирается руками и которая предоставляет вам огромный простор для творчества. И то же самое, вот, премьер. Разница между... То есть, это серия Альп. Альп Натурал. У нее состав полностью натуральный. Хлопок, шелк, лен, вискоза. И Альп Натурал, они есть однотонные, а есть цветные. Вот. То есть, у них тоже два формата. Цветные изготовили специально под нас, под мой заказ. И я его уже весь выкупила. Он стоит у меня. Мы его в прошлом месяце начали покупать. И уже в этом месте тоже продолжим. Потрясающая пряжа. То есть, те же самые секции. Вот такие разнофактурные. Но они потом окрашиваются вручную в разные цвета, потому что пасмы разных цветов. Там хорошая цветовая палитра. А вот здесь вот как раз эти разные секции, которые окрашены вручную в разные цвета, они собираются в одну пасму. То есть, вот здесь вот однотонные, а вот здесь вот то же самое, только цветное. Вот. Если вам видно в камеру, что они тоже разнофактурные. Хорошая новость, что можно вязать на машине эту пряжу, на ЛК-150, четвертый класс. Ее берет хорошо. Даже с узлами. То есть, я ленилась. Я там не развязывала никакие узлы. Я ничего вот этого не делала. Я просто прогнала, вот смотала в один клубок, одну пасму прям подряд в один клубок, и прогнала просто на машине. И машина его спокойно вот берет. Вот эту вот пряжу. Здесь вот в этих замиксованных цветах есть классный цвет со счастливым номером. Я вам рекомендую, потому что мало осталось. Я лично себе отложу тоже, потому что я хочу такое платье. Это номер 777. Вот. У этой пряжи. Вот такая вот пасма. На сайте будут отвязы. То есть, не прям на все, но на большинство есть отвязы. То есть, в полотне, как она раскладывается, какие там цвета. Вот. 777 есть бледная. Вот эта бледная, здесь вот желтая ниточка бледная. А есть 777 с желтой ниточкой более яркой. Вот. Они так и написаны на сайте. То есть, одна бледная, одна просто 777. Но они обе 777. То есть, счастливое число. Вот. Выбирайте себе, забирайте на платье, на туники, на блузки. В общем, это полностью нейтральный состав. Хлопок, шелк, лен, вискоза здесь. Вот. Я, по-моему, не сказала. То есть, хлопок, шелк, лен и вискоза. Вот эти вот все ниточки, они вот тут вот собраны вот в эту Альп Натуру. Теперь у нас есть еще Альп Дезл и Альп Премьер. То есть, Альп, они все собраны руками, все собраны из разных серий, из разных секций, разнофактурных. Но Премьер и Дезл, это уже не такая натуральная история. Почему, вы сейчас поймете. Потому что здесь вот, смотрите, какие разные богатые ленты собраны. Вот у нас в Телеграм сейчас продолжаются вопросы про жакет Коко, который Виктория у нас делала на него группу. Мы его показывали тоже в предыдущих закупах. Он связан как раз был из мериноса плюс вот такая вот пряжа. Вы тут видите всякие вот ленты, там вот такие пушистики всякие. Вот такие могут быть пушистики, такие ленты, там вот такие ленты. Здесь их собрано 12 разных фактур вот в такой пасме. Они могут в разных цветах быть разные ленты. То есть, например, в некоторых может не быть там широкой ленты. В некоторых там может не быть пушистика. То есть, они собираются там из разных ленты. В каждой пасме, в каждом номере свой индивидуальный набор. Но они все состоят из 12 секций. То есть, все состоят из 12 секций и все секции одинаковой длины. Я здесь хочу еще остановиться на таком моменте, что иногда мне пишут, что ой, эта пряжа дорогая, вот Ализе и Нака, вот они там намного доступнее. Я хочу сразу сказать, что Ализе и Нака нельзя ставить рядом с пряжей Феза, просто сравнивать. Потому что Феза это не турецкая пряжа в прямом смысле. То есть, Ализе и Нака это турецкая пряжа, которая производится в Турции, производится на больших заводах, очень массово, огромными объемами. Феза это как бы не массовое производство, а индпошив, индивидуальный пошив. То есть, Феза это ручной труд. Если это вот такие моточки, то они окрашены вручную. Это ручной труд. То есть, чтобы вот такое вот окрасить, например, вот этот вот Градиент Бэби. Да, да, по-моему, Градиент. Вот, или Градиент, или Амбре. В общем, я запуталась. Там вяжется полотно. Вяжется полотно, и на полотне ставятся отпечатки вот разных цветов. То есть, на каждую вот такую вот, на каждый клубок надо связать полотно. Оно штампуется вручную. Там, потом оно там убирается куда-то там на одном столе. Там оно лежит, пока там оно покрасится на другом столе. Там оно лежит, сохнет. Потом оно там промывается. Потом распускаются эти пасмы. Ой, вот эти вот полотна. Они в пасму потом мотаются в клубки. То есть, это большой именно ручной труд. Если мы говорим про вот это, то это самая дорогая пряжа в линейке Феза. Она вообще вручную еще и нарезается. То есть, это вот, понимаете, вот эти вот все секции, которые вот там 10 или 20 метров. Это прям вот люди, ну, женщины там, в основном, женская команда. Они, вот они приходят, у них эта пряжа, она в бобинах приходит. В основном они итальянские. То есть, они их заказывают, вот эти вот все составные части. Они в бобинах. Они намеряют их. Вот 10 метров, представьте, намерить. Да, 10 метров намерили. Их нужно разложить в определенном порядке. Вот каждую пасму, да. Каждую пасму, допустим, вот пасма натурала состоит из 10 отрезков. Их 10 нужно сложить рядом. Нужно сложить так, чтобы они были в определенном порядке. То есть, нельзя сложить, как тебе придет в голову. А все пасмы должны быть одинаковые. То есть, они идут друг за другом все вот по порядку. Их все разложили. Потом их связали. С одного конца 10 метров связали. С другого конца 10 метров связали. Да, чтобы они вот там общие. Потом ее там нужно намотать, сделать пасму. Потом скрутить, положить в пакет. Это одна пасма. А в упаковке их 5. То есть, за день сколько можно таких упаковок сделать. Ну, то есть, то ли Ализе вот намотает вот эти вот просто вот мотки одного цвета, да. Огромным производством машинное. Оно там пустили, покрасили, пустили, намотали, пустили, упаковали. Вот фура ушла, да. Или вот раскладывать руками вот эти вот все, отмерять, собирать. Это очень маленькое количество упаковок в день. То есть, норма выработки, она очень низкая получается. Потому что это ручной труд. Поэтому это нельзя сравнивать вот то, что производится большими объемами на машинах. И то, что руками красится и руками вот собирается. Поэтому, конечно, это отражается на цене. Это же большое количество ручного труда там. То есть, это нельзя автоматизировать. И это никак не автоматизировать. Вот. Но при этом помните всегда, что мы покупаем эту пряжу напрямую у фабрики-производителя. Вот. То есть, в любом случае у нас цена максимально приятная. И всегда у вас есть возможность купить не упаковку. То есть, у нас только упаковка. Через закуп вы только упаковка покупаете. Но есть магазины, которые продают эту пряжу в Россию. Они закупили тоже вот у фабрики-производителя с моей помощью. Закупили мы, отправили им пряжу. И они продают в своих магазинах уже отдельными пасмами. И вы можете отдельными пасмами в магазине купить себе две пасмы, например. Если для вас упаковка это слишком много. Вот. Две пасмы натурал, например, это тоже хватает на топ. Вот на топ моего размера две пасмы хватает. То есть, вы можете вполне покупать их отдельными пасмочками. Но, если вы хотите цену получше, и вы согласны ждать. Потому что, да, я не сказала это в начале. Если кто не знает, кто еще первый раз. У нас, конечно, добавляется еще большой срок ожидания. То есть, когда вы в магазине покупаете. Вы сегодня заказали, вам там пришло через три дня максимум. А может быть, даже и завтра, да, уже пряжа. Из Стамбула, когда она так не приходит. У нас 4-6 недель срок доставки. Вот у нас апрельская пряжа, которая в апрельском закупе была 10-13 апреля. Мы ее достаточно быстро отправили. И пряжа, машина, машина с этой пряжи, фуры, она пришла вот вчера. Вчера мы ее получили. Ну, там, конечно, праздники еще сыграли роль. То есть, если бы не праздники, мы, может быть, в понедельник бы получили. А так мы в среду получили из-за праздников. Но это как бы сильно роль не играет, да. То есть, примерно, вот минимальный срок ожидания, это месяц. Минимальный. Вот, опять же, если вы не хотите в закупе ждать месяц, то вы можете купить в магазинах. Я уже во Вконтакте и в Инстаграм я выложила папочка есть, где купить называется, кружочек такой. Во Вконтакте это сюжеты, а в Инстаграм это актуальные. Там, где купить. И там ссылки на магазины, которые в России продают эту пряжу. В Казахстане, в Украине, к сожалению, пока нет. Как только появятся в Казахстане, в Украине партнеры, которые тоже будут закупать пряжу и ее продавать в магазине, мы тоже добавим вот в эти кружочки. И можно будет их покупать напрямую. Там вот уже просто количеством. Хотите один моток, хотите два мотка. Вот, но там, например, вот Alt Premier, да, на отделку достаточно и одного. То есть, допустим, вот из Natural что-то связать, а вот из этого, это же ленты, они всякие разные, они тут всякого разного состава. Вот, эти ленты там на всякую отделку пустить очень красиво получается. И одной достаточно, то есть одну можно и в магазине купить. Но если вы в закупе участвуете, в закупе только упаковка. Это вот как бы из таких минусов участия в закупе. Вот. Так, в общем, сказала, да, что у нас по времени. Давайте переходим на сумки. Все, на сумки. В общем, про пряжу я рассказала. Все, завтра откроется, с утра будет. Вот, все равно, Истамбул, очень быстро вы организуете доставку. Спасибо вам большое. Вот, видите, девочки, кто уже много участвует, они пишут, что вот, все равно, даже так, все равно быстро получается. Но мы стараемся, мы стараемся, конечно, потому что я же знаю, что вы ждете, поэтому... Так, сумки. У нас в этот раз будет большая часть посвящена сумкам, девочки. Так, с чего же начать? В общем, у нас будут заготовки для сумок. Смотрите, вот такого формата. Сейчас показываю несколько. Сейчас показываю кожзам. Из кожзама, смотрите, вот такая большая основа будет. Она с дырками идет, вот с дырками, чтобы крючком провязать. Вот у нее тут вот эти вот штучки, там вот эти вот есть ножки. И оно будет продаваться набором, вот так вот, с двумя ручками, то есть донышко, две ручки. Ручки, они тоже вот с дырками, то есть их пришить можно потом легко. И будут еще вложены кнопки. Кнопка будет вложена, которая вот такая, внутри такая, оп, магнитная. Вот, ее у меня сейчас нет, она у меня где-то там в пакете одна, но она будет тоже лежать. Я вот вязала, уже пробовала из крученой рафии. Вот у меня получился, не нужная штука. Вот у меня получился вот такой, это прям шоппер получается, то есть вот такое донышко. То есть вот в высоту можно связать, ручки я никак не приделала еще. Я хочу сюда подклад, потому что сделать. Вот, она получается достаточно большая сумка. Какие будут цвета? Будет Тиффани, будет серый, будет беш и нежно-розовый. Вот, вот так вот, четыре цвета, они все вот одного размера. И каждому к цвету будет вот такая пара ручек и замочек, магнитная застежка, которая тоже пришивается внутрь и можно будет закрыть две стенки. Вот, это будет набором. Это кожзам. Еще будут наборы в трех цветах, которые вот, вот такие цвета. То есть коричневый, корица и темно-синий. Это не черный, я не стала брать черный. Он в инстаграм показывает черный, но это не черный, девочки. Это темно-синий. Это темно-синий цвет, темно-темно-синий. Там тоже будут вот такие ручки, сейчас, тоже будут в наборе вот такие ручки в цвет, то есть к каждой основе две ручки и там будут вот такие замки молнии вложены, тоже в цвет. То есть вот, это только для вот этих трех цветов. Получается вот так идет. Донышко вот большое, вот две ручки и вот такая вот застежка молнии. Вот она по ширине получается такая же вот, как донышко. То есть это будет вот на застежке молнии. То есть вот такие вот будут наборы. Это вот для вот этих трех цветов. А те светлые цвета, они будут идти без молнии, они будут с кнопкой. Так, дальше. Про пряжу скажу. Пряжа в этот раз будет очень классная. Пришла пряжа, тоже у Фезы. Вот такая вот пряжа. Называется Сует. Ну, я не знаю, как она там правильно читается, но я читаю как Сует. Как написано, так и читается. Читаю. Вот. Это что? Это лента. Это мягкая лента. Вот, мягкая. Она очень мягкая. Это стопроцентный полиэстер. Поэтому для сумок. Очень мягкий такой, знаете, вот как вельвет или как замша. Вот такое вот ощущение. Она мягкая и нежная. Вот такая широкая. В таких клубочках по 100 грамм уже идет. Не в пасмах, в клубочках. И упаковки по 4 штуки. Большая цветовая палитра. Вот эта пряжа, вот как мне кажется, очень классно подходит вот на те сумки, которые Прада мы выкладывали. По-моему, вчера был обзор про тренды на сумки. И там были Прада из такой мягкой пряжи, но которые плотно стоят, из белого цвета. И вот такое ощущение, что это прям вот очень сильно подходит вот под эту пряжу. Потому что она точно так же в вязании. Она очень мягкая. Она очень легко вяжется. Очень легко вяжется на третьем номере. Это вот я начала вот тут вот столбиками без накида. Так, здесь сколько метров в 100 граммах, здесь метров 150. Здесь достаточно большой расход, ну, хороший расход, приятный. Много цветов. Очень большая цветовая палитра. Вот тут и бежевых всяких, и серых два оттенка, и зеленых два оттенка. И вот и бордой, и красный, и синий, и джинсовый. И я связала вот сумочку вчера-позавчера. Не знаю, как вот вам ее видно. Вот насколько. В общем, короче, вот очень мягкая, очень приятная. И она, сейчас я про эти сумочки вот еще тоже отдельно скажу. Она держит форму. Вот. Она держит форму, она не западает. Вот, я поставила, вот оно стоит. Вот оно стоит. То есть, вот что в этой пряже классного. То есть, она прям вот хорошо держит форму. Вяжется легко. Она очень мягкая, поэтому прям крючок, знаете, как по маслу идет. Вот. Прям прекрасно. И на этом фоне я перехожу сейчас сразу на еще одни сумочные наборы. Вот. Это сумочные наборы. Вот такие они идут. Крышечка с замочком. Вот с таким вот замочком вот на основе. Донышко и лямка. Это, они выглядят в наборе маленькими, но на самом деле получается достаточно большая нормальная взрослая сумка. Вот это вполне вот, то есть, у нее тут вот регулируется длина у ремешка. И это кожа, девочки. Вот это натуральная кожа. То есть, те, которые я большие основы показала, это кожа зам. А вот это, это натуральная кожа. Сразу хочу показать, что есть вот такие вот отметинки. То есть, они вот бывают. Вот это бордо. Что у нас тут еще? Темно-синий. Опять он черным выглядит, но это синий. Коричневый. Ага, и вот такой коричневый. Вот. Это абсолютно натуральная кожа. Вот даже когда ее разворачиваешь, начинаешь ее вязать, прям она пахнет кожей. Прям пахнет. Приятно пахнет. Прям вот очень приятный запах кожи вот у них. То есть, это прям вот кожаные наборы. Они будут тоже. И будет еще. Будут еще вот такие кожаные наборы. Они, смотрите. Так, сейчас. Они есть матовые. Сейчас. Вот. Нет. Где? Они есть матовые. Это вот черный цвет. Черный, бежевый, по-моему, коричневый. Тут я не нашла в своем, в куче всего. И вот такие глянцевые. То есть, вот зелененький, вот розовый и сиреневый. Они такие глянцевые. Но это тоже кожа. Для чего они? Здесь в наборе идет лямочка. И вот такой клапан. Клапан подходит отлично для вот этих шопперов больших. Вот. Вот так вот. Отлично. Прям вот сюда подходит вот этот шоппер. Тут тоже вот такой замочек. Вот здесь вот лежит основа, которая вот пришивается к сумке. Вот это вот сверху. И вот такой вот получается язычок. И закрывается вот так вот шоппер. Вот. Оно идет вот в таком наборе. То есть, оно выглядит маленькое. Но оно на самом деле как бы для большой сумки. Ну, то есть, для любой сумки. Можно хоть куда. И они тоже кожаные. Вот у них здесь основа кожаная. Просто вот это вот сверху лаковое покрытие. Вот. Еще пряжа для сумок другая. Дальше. Тут был вопрос ВКонтакте. Другой пряжи не будет ли только эти, кроме сумок. Другая пряжа у нас будет тоже на сайте в формате распродажи. То есть, остатки, которые... Так как мы закупаем с фабрики, мы вынуждены иногда добавлять объем. Даже если это не было заказано, мы добавляем для того, чтобы нужное количество упаковок добрать по какому-то артикулу пряжи. И вот эти вот упаковки, мы их тоже на сайт добавляем. Они тоже есть. Вот. То есть, и по сниженной цене вы их тоже сможете выкупить. Там будут... Что-то будет из мериносов, что-то будет из махера. Так как это уже маленькое количество, поэтому я про них в закупе не говорю. Но на сайте это будет. Вот. То есть, на сайте вы все, что вы на сайте выкупите, оно все придет к вам одной посылкой. Вот. Так. Еще по пряжи. Еще очень красивая пряжа сумочная. Вот. Вот такая. Идет вот так в упаковке по 5 штук. Они по... Сколько они тут грамм? Они 100 грамм. Вот. Они 100 грамм. Это шнурок хлопковый. Феза Пырлты написано. Это хлопок. Шнурок хлопок. Основа. Который сверху обтянут полиамидом. Вот эта вот блестящая часть. Он будет в трех цветах. Черный, серебряный и золотой. Сейчас покажу сумочку. Вот сумочка связанная вот из этого черного. Очень крепко держит форму. Прям вот она такая вот. Знаете, как будто туго-туго-туго накрахмалили. Вот прям деревянная. Вот. Вот она прям деревянная. Она прям стоит. Вот. Вот эта сумочка. На фабрике вязали. Я сама не вязала ее. Вот. Вот она связана из одного вот такого вот 100 граммового мотка. Вот. Здесь также у нас будут основы кожаные сумочные в маленьком количестве. Вот такие. Вот, например, вот на эту сумочку. То есть это вот можно для ребенка, для девочки. Черный и коричневый цвет. Здесь только донышко и вот такая лямочка. Лямочка маленькая. Вот. И будут еще несколько там штук, 5, наверное, наборов вот для такой сумки. Это тоже кожа. Смотрите, здесь две боковины. Вот одна, вторая боковина. Дна нет здесь. Две боковины. Вот такая кнопка-застежка. И вот такая лямка, которая регулируется по длине. Я их привозила на ярмарку, на шерстяной базар. И я туда привезла не все. У меня дома несколько штук осталось. Вот я их тоже на сайт выложу. Вот. Как оно вяжется получается? Это, то есть, вот такое вот просто вот полотно. Вот оно поперек связано. Вот набрали по одной боковине. Плюс петли для крышки. Вот так вяжем, 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 вяжем. По прямой. Дошли до нужной ширины. И привязали тут вот вторую боковину. Вот. Здесь уже подклад вшит. Это тоже фабрика мне отдала эту сумку. Вот. Тоже очень классно вот выглядит. Вот. Она такая, она уже взрослая. То есть, это вот такой взрослый формат. Широкая лямочка. Это тоже кожа. Их будет мало. По-моему, они только в коричневом цвете. Их будет что-то в районе пяти штук. Вот что-то такое. Остатки, в общем. Поэтому, если вам вот такая модель нравится, то надо забирать прям в первый день, а то потом не останется. И еще будет у нас пряжа. Еще будет пряжа. Это вот такая крученая рафия. То есть, вот как у меня на этой сумке, тоже она крученая рафия турецкая. Но она здесь секционного окрашения. Я не стала ее сейчас в этот раз брать, девочки. Я решила попробовать взять другую. Это тоже крученая, но она металлизированная. Она в пасме. То есть, вам нужно будет пасму разматывать. Вот она идет в пасме. Она металлизированная. Вот. То есть, она покрыта таким вот легким металлическим напылением. Получается в изделии вот так. Вот не знаю, насколько вам видно, конечно. Здесь вот такой темно-зеленый цвет. И вот они, вот эти вот крапки такие. Получается, вот они легкие-легкие. Такой поблескивающий эффект. Говорят, что в темноте оно больше светится. Я не успела, не было у меня возможности проверить. Вот. Возможно, потому что это металлическое наполнение. Ну, вот даже сейчас в камере, вот у меня на второй камере, вот здесь вот блеск виден. Вот этих вот моментов, вот этого покрытия. И она будет в трех цветах. Вот одна серая, которую я показала. Такая вот бронза. И вот этот вот зеленый. То есть, вот это на сумке, это вот зеленый. Ну, вам не видно сейчас, да, в камере он как серый отображается. Но это, когда он к вам придет, он будет выглядеть зеленым. Вот. И серый. То есть, я взяла на пробу три цвета. Это тоже ручное окрашивание. То есть, это тоже не фабричные объемы. Это прям вот руками. То есть, они раскладываются, там, мажутся вот этим вот составом металлическим. Они сохнут там сколько-то. Поэтому тоже оно маленьким объемом производится. Вот. Но прикольная, прикольная вещь. Интересно смотрится, как бы, почему бы нет. И это новинка. На рынке это новинка. То есть, я до этого такого не видела. Чтобы была вот такая вот крученая рафия, еще и металлизированная. Вот. И вот так вот на ощупь она не прям сильно жесткая. То есть, я думаю, что за счет вот этого вот, того, что она прошла много обработок в процессе окрашивания, я думаю, что она будет вязаться полегче, чем просто крученая рафия, которая в оригинале. Она жесткая, тяжело вяжется. Я думаю, что вот эта должна вязаться полегче. Вот. Ну и очень я вам советую, еще раз вернусь к вот этой пряже Суэт, потому что она прям вот мягкая, бархатная. Хорошая у нее яркая палитра. То есть, вот те, как бы там вот золото, черно, серебро. Здесь тоже, да, серый, золото, зеленый. А вся яркость, она вот здесь вот еще. Не взяла, не принесла. Тут зеленые еще были. Зеленые красивые. Она прям вот очень-очень классная. На шоппер. И если рафию ее все-таки, ну, все равно тяжеловато вязать, то вот это вот вяжется просто как по маслу. Вот просто. Вот моментально. Тоже очень хорошо держит форму. То есть, вся пряжа, которая сейчас вот здесь представлена, она вся хорошо держит форму. И вот эта, несмотря на то, что она мягкая, она тоже хорошо держит форму. Можно большим крючком вязать. Очень прям вот и приятно, и мягко, и в полотне хорошо. Где вот моя зеленая сумка? Куда делась зеленая сумка? Я хотела сказать, что расход у нее хороший. То есть, вот эта вот зеленая сумка у меня, это не целый моток даже. Вот. То есть, я уже устала вязать. Я думаю, да что же я вот такое, что я такую сумку буду делать. Вот. То есть, там еще осталась мотка, наверное, вот на такую высоту. Вот. То есть, один моток, это вполне, ну, получается, вот такой вот клач. Например, можно клач связать, вот эту кожаную вот такую вот длинную штуку взять, которая закрывается, да. Как раз вот лямка, вот эта вот штука, как раз без донышка, вот для клача. То есть, даже вот прямо одну уже достаточно. А если шоппер, то есть, вот у нас же опять мы упаковку мы покупаем, да. То есть, четыре штуки, это вам шоппер точно. Ну, и, наверное, какая-то еще маленькая сумочка тоже тут вот выйдет. Я вот так думаю. Эта пряжа, она замечательна тем, что она, здесь вот есть черный цвет тоже, она замечательна тем, что она изготавливается из ткани. То есть, я не сказала, она приходит тканью. Вот. Эта пряжа приходит, так, все сумки с крючком связаны. Все сумки с крючком, но вот эту, я покажу фото, на фабрике связали спицами, очень толстыми спицами, такую тунику, которую вот, ну, как бы сетку, сетку, которая сверху накидывается. И она очень прикольно тоже смотрится. Из одного мотка связали. А, 120 грамм там ушло. Вот, чуть больше одного мотка. Вот. А так, ну, можно спицами вязать, можно крючком вязать. Я просто обычно, я по сумкам не спец. Мне, чтобы вот чисто образец связать, я просто по привычке беру крючок. А так, как бы, можно что угодно. Вот. Она изготавливается из ткани. То есть, приходит ткань, вот эта вот, именно вот эта вот мягкая вот такая вот ткань, она приходит, ее красят сначала, вот, в определенные вот эти вот цвета, ее красят. А потом ее нарезают. Нарезают тонкими полосками, и получается вот такая вот, вот, вот такая вот лента, которая вот так вот классно очень выглядит в образце. Ну, в полотне, в смысле. Это у меня просто начало. Вот она даже. Вот видите, вот я держу, вот оно стоит. Вот оно стоит. Оно там не заваливается куда-то там, да, как вот, если бы это был там хлопок, вот какой-то мягкая какая-нибудь пряжа. Она стоит, она прям нормально стоит. То есть, поэтому я думаю, что вот эти вот сумки, которые Прада, вот вернитесь в предыдущий выпуск у нас был вчера, тренды по сумкам. Они вот все, такое ощущение, что вот связаны вот из чего-то очень похожего. То есть, прям вот подходит, похоже. Как раз вот такие вот поворотные ряды от столбиков без накида, вот они так вот, такие вот широкие получаются, да, парами когда. И вот там такое ощущение, что вот оно так и связано. Вот, то есть, оно прям классно. Вот она прям стоит, ничего с ней не происходит. Прикольная пряжа. И у нас на сумке акцент, это всегда только летом. То есть, в июне еще будет, но, возможно, в июне будут другие сумки какие-нибудь. Вот, что-нибудь, может быть, будет другое. Вот, что-то будет повторяться, посмотрим, что вам понравится. Что-то повторяться будет, что-то от чего-то мы избавимся. Так, и давайте на подарки, да, перейдем. Я рассказываю сейчас, и самые терпеливые, в общем, кто меня подождет одну минуту, я сейчас сбегаю вот в соседнюю комнату, принесу, чтобы показать наглядно. Вот, поэтому кто одну минуту может подождать, подождите. Сейчас принесу подарки, которые будут в этом закупе. Я быстро. Продолжение следует... Я пришла. Я пришла. Кто здесь? Еще кто меня ждал? Вроде все ждали. Кажется, по одному человеку ушло. Интересно, одинаковое количество в Инстаграм и во Вконтакте смотрят. На одного человека уменьшилось. О, в Инстаграм вернулся один человек. Так. Ну что, показываю, в общем, подарки. Тут целый пакет. Вот. Это подарок в каждый заказ, каждому участнику. Это рулетка сантиметровой ленты. Это вот эта самая сантиметровая лента, которая вечно... У меня лично, вот их несколько, они вечно теряются. А еще они вечно ломаются. Вот. Сколько я уже их там всяких разных покупала. У меня дети обязательно там что-то выдерут, что-то... Вот им там механизм интересен. Или, который без механизма, они тоже там то рвутся, то теряются, то еще что-то. И вот, вот я решила поэтому вам всем в этом закупе положить в каждый пакет по еще одной сантиметровой ленте. И обязательно, чтобы это была рулетка. Потому что у меня сейчас остались чисто, которые сматываются. Я нервничаю каждый раз, когда мне надо размотать, а потом смотать. Вот. Поэтому я сама люблю вот такое. И я поэтому закупила для вас, для всех. Ну, если не хватит вот мешка, который я тут у меня стоит, мы его, мы докупим. Вот. Потому что, слава богу, здесь все в Стамбуле, все рядом. Мы докупим. Обязательно всем хватит. В каждый заказ, вне зависимости от объема заказа. То есть, вы купите одну упаковку, или вы купите там много чего-то. Неважно. В любой заказ мы кладем вот такой вот один сантиметр. Они будут разных цветов. Это кому какой придет, девочки. Вот три разных цвета я взяла. Ну, вот хотелось, чтобы разные были. Зелененькие, мятные, голубенькие и розовенькие. Вот. В общем, они трех цветов. Их много. Это каждый. Только в мае. В июне уже там что-то будет другое. В мае будут вот такие вот сантиметровые ленты. Поэтому, если вам как раз вот это вот все надо, имеет смысл сделать заказ. Оно придет к вам бесплатно. Вот. И еще один заказ. Да, я забыла сказать такую вещь. Так как пряжа на сумке и сами вот эти вот сумки, из-за того, что они маленького объема, то есть даже кожаные, но у них не такая большая стоимость. Из-за этого я буду вынуждена в этом закупе поставить минимальную сумму закупа. 2000 рублей. То есть ниже 2000 рублей заказ на сайте нельзя будет сделать во время вот этих пяти дней. Объясню почему, девочки. Не из-за моей жадности, наоборот, я не хочу повышать цену, хочу оставить вот минимально, насколько возможно, но сумки, они как бы из-за того, что даже кожаные, но как бы маленький объем, это все равно меньше, чем 2000. Но что происходит, когда я маленький какой-то такой товар, даже если я маленький товар вот отправляю в Москву, у меня есть расходы, которые фиксированные. Вот, то есть, вот хоть вот милипусечку отправляешь, а уже все равно там сверху там рублей 500, это прям вот фиксированные расходы. Вот чтобы мне, для вас, чтобы вот на вот эту сумку, допустим, вы захотите один клапан, да, чтобы мне на этот клапан не накидывать сверху еще целых 500 рублей, вот своих обязательных расходов, то есть, оставить его просто в той цене, в которой он есть, именно поэтому я поставлю лимит в закупе 2000. То есть, когда вы набираете товар на 2000, там уже вот эти вот 500 рублей мои, которые за каждую посылку, там у меня расходы, там за доставку, там за упаковку, за упаковочный материал, за вот это вот все, потому что оно уже как-то, ну, размазывается там на несколько товаров, да, и оно уже нормально, то есть, это уже, как бы, я это сверху на каждый товар не накидываю, мне, ну, нет такой необходимости. Поэтому, чтобы не получилось, что вот одна штука, вот она сразу такая вот супер вдруг дорогая стала, вот чисто из-за того, чтобы я могла оправдать свои расходы, чтобы в минус не уйти при отправке. Вот, чтобы этого не делать, я поэтому ставлю минимальную сумму закупа 2000 в этот раз, и вы купите, допустим, 3 штуки таких, но они будут по нормальной цене, без вот этой вот дополнительной наценки, вот, то есть, хорошая нормальная цена, и у вас приятный товар, и нет никакой лишней дополнительной наценки, то есть, вот этот момент я хотела тоже сказать, я забыла про него. И приходим, еще один есть подарок, еще один есть подарок в этом закупе, он уже будет не для всех, он будет для тех, кто сделает закуп на сумму от 30 тысяч рублей. То есть, есть такие девочки, которые покупают пряжи много и всего много, и я хочу поощрить, и я нашла классный подарок, это просто случайно, то есть, я шла-шла, увидела, мне супер понравилось, я сказала, надо, я хочу это взять своим девочкам, вот. Это вот такие ролики, или роллеры, гуаша, по-моему, называются, роллеры, из натурального камня для лица, чтобы вам быть всем красивыми, вот, они тяжеленькие. Это натуральный камень, будут на выбор два варианта, один это вот розовый кварц, и второй это нефрит, то есть, какой выберете, такой я вам положу. То есть, все, у кого будет заказ от 30 тысяч рублей и выше, я вас спрошу лично, вы какой хотите себе роллер из розового кварца или из нефрита. У меня сейчас куплено только вот по одному, я купила, чтобы показать и сфотографировать, остальные мы докупим в зависимости от вашего выбора. То есть, вы как выберете, какие из какого камня захотите, если все захотят там из кварца, значит, всем купим из кварца, все захотят из нефрита, значит, всем купим из нефрита. Если вы там поделитесь это, то вот там в разном соотношении. Вот такой, это натуральный камень, он прям вот тяжеленький в руке, холодный, прям приятный, да, то есть, как вот камень холодный, натуральный. Вот, с одной стороны широкая, с другой стороны узкая. Как ими пользоваться? Есть на ютубе, я сама на ютубе находила там 10 минут ежедневный уход. Я по своему лицу не буду возить, но примерно, да, там вот по широким местам широким, а вот там вот где носогубка, там вот узкие, там 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую, там вот эта вот там межбровка, широким там под глазами. Очень приятно, у меня тоже такое есть, иногда я когда не забываю ее такими пользуюсь, вот, очень приятно, очень классно и есть эффект. От этого есть эффект, если вы возьмете себе за правило каждый вечер делать себе такую уходовую процедуру, то вы эффект увидите, то есть, он прям заметен глазу, вот, подтягиваются. Вот эти места подтягиваются, там вот это разглаживается, все. Это действительно работает, это классная штука. Это не относится к пряже, но мне очень нравится дарить подарки, которые тоже к пряже не относятся, но как бы добавляют такой вот, какой-то приятной нотки вот в нашу жизнь. Вот как в прошлом году там в каком-то закупе я дарила, например, меховые тапки. Вот я просто, я шла, увидела их, я, они мне так понравились, я купила себе, я подумала, я хочу это подарить девчонкам, и я подарила тогда вот, тоже, по-моему, было, было 5 максимальных заказов, то есть, 5 человек получили, я спросила размеры, всем отправила по размерам, отправила меховые тапки. Или у нас тоже были в закупе, тоже были подарки, были органайзеры, но они были для пряжи. Ну, хочешь для пряжи, хочешь не для пряжи, но мы это подвели как для пряжи, и можно там было несколько упаковок сложить, такие тканевые кофры, не огромные, но такого нормального размера тоже, там замочки закрывалось, такое вот дарили. И, а, там, стамбульские вот блокноты тоже в предыдущих закупах были, которые в мягкой обложке, тисненые, там, тканевые, там, вытканные вот эти вот, там, стамбульские достопримечательности, вот он такой красивый весь был, вот их, как бы, то ли для вязания, то ли нет, но приятно. И вот это вот тоже, ну, не для вязания, но, но приятно же. И еще плюс, мы, как бы, вот сейчас на себя смотрю, да, мы, когда вяжем, все время плечи поднимаются, да, у нас там осанка, вот эти вот бурыли, они у нас появляются, чисто, как бы, это наш, это, профессиональный минус, да. Вот, как бы, как раз мы с собой и позанимаемся. Вот, модниц с омоложением, точно, отлично, отлично. Вот, поэтому, вот такие подарки будут. Вот, в общем, в любом случае, то есть, даже если вы не хотите делать большой заказ, то вы в любом случае получите рулетку-сантиметр, который тоже, вот, классный. Вот. Если вы хотите сделать большой заказ, то вы еще будете поощрены за это вот таким вот роллером. Вот на этой радостной ноте я завершаю наш эфир. Мне очень приятно ваши сердечки, которые вы мне вот понаприсылали, очень спасибо большое. Мне становится понятно, что вам нравится то, что я рассказываю и показываю. Это очень здорово, обратная связь от вас, и когда вам нравится, очень приятно. Вот такая у нас будет пряжа, будет у нас такой большой, получается, закус. Спасибо, спасибо, спасибо за смайлики. В общем, будет у нас и там и бейб, и микс, и однотон, и вот лимитированная серия с вискозным шелком из хвои, и натурал, который там собирается руками пасмы, и пряжа сумочная, которая из ткани нарезается, и которая хлопок в полиамиде, и который рафия в металлической, с металлизированной обработкой, и сумки, которые и кожаные, и кожзам, в общем, прям широкий такой хороший ассортимент. Главное, чтобы у вас глаза не разбегались, вот. Но в закупе, еще раз повторюсь, будет лимит, то есть ниже 2000 нельзя будет сделать заказ, но я объяснила почему, то есть связанность с низкой стоимостью вот сумочных наборов, то есть когда просто пряжа, тогда я не ставлю таких лимитов, вот. Вы знаете, что можно от одной упаковки можно купить в заказе. Но так как сейчас будут сумки, а у них будет стоимость сильно ниже, чем одна упаковка пряжи, поэтому вот я просто так вынуждена сделать, чтобы не делать большую наценку на одну единицу, вот. Потому что одна единица, ну, как бы я риски свои перекрываю вдруг, человек закажет одну, чтобы вот не уйти в минус. Вот, но мне приятно ваша обратная связь, что вы это приняли, что вы это поняли, и что все нормально, и очень-очень рада. Казахстан, хочу сказать, оплата есть для вас на карты Каспи и Халык, отправка теперь будет из Москвы с ДЭКом, то есть не обязательно ждать, чтобы вам там собрался 10 килограмм заказ на Казахстан, чтобы отправить транспортный. Не будем отправлять транспортный напрямую в Казахстан, она еще идет дольше, знаете, чем до Москвы. До Казахстана идет больше месяца машина, а до Москвы идет машина 2-3 недели. В Казахстане однажды у меня был даже случай, когда машина шла 2 месяца. Это был вообще ужас, конечно, это был такой большой стресс, вот, но такое было. То есть будем отправлять с ДЭКом из Москвы, намного проще, оплата на Каспи, курс у вас будет очень выгодный, я напишу на сайте, будет написано по какому курсу считать, пересчитать цены. Вот, все остальные тоже, если вам что-то нужно пересчитать, или там рассчитать доставку в другие страны, пишите. Я всегда отвечаю, в директе, в сообщениях всегда отвечаю. Могу немножко задерживаться, особенно когда закупы. У меня три соцсети, то есть Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм. Я стараюсь быть везде, вот, но где-то иногда бывает, пока там полдня в одной, до второй дойдут через полдня. Не переживайте, не паникуйте, везде ответим обязательно. Вот, завтра все открывается. Счастливых вам, хороших покупок, классных, в общем, повеселиться, подарки получить, и потом сумок навязать модных-модных, вот, и всяких их топов, маек и платьев. И про конкурс не забывайте, мы на каталог ждем тоже обязательно ваши модели. Сегодня я опубликую 10 человек, которым пряжу вышлет фабрика, и все остальные не расстраивайтесь, потому что очень много достойных. Вот прям очень много достойных, классных моделей, 10 выбрать прям сложно. Но даже 10, это большая цифра, на которую я договорилась с фабрикой, то есть фабрика будет отправлять эту пряжу, предоставит ее для этого конкурса. То есть даже 10, это много, но работ очень много достойных. Поэтому мы очень-очень будем ждать, что вы продолжите вязать, и предоставите потом эти изделия, чтобы они вошли в каталог, и чтобы мы кого-нибудь из вас выбрали победителем на годовой запас пряжи. Все, все, больше ничего не говорю. Все, спасибо вам всем большое, спасибо за эфир, пока-пока, отключаюсь и все, сохраняю. Субтитры сделал DimaTorzok